Акция памяти жертв Беслана прошла в Магадане 3 сентября в парке Маяк. Ее провели курсанты молодежного патриотического клуба наследия. На сцене амфитеатра были выстроены и зажжены 334 свечи. Ведь именно столько жизни унес Бесланский теракт в 2004 году. Напомним, тогда от рук террористов погибло 334 человека, из них 186 детей. Память всех, для кого День знаний 17 лет назад стал последним, магаданцы почтили минутой молчания. Сегодня мы проводим акцию свечи Беслана. Она у нас проводится уже второй год. В парке Маяк, в амфитеатре мы зажигаем 334 свечи в память о погибших в Беслане. Вообще, в прошлом году мы показывали фильм о Беслане, но сейчас из-за возведения второй очереди парка Маяк, к сожалению, сюда не смог приехать автокинотеатр. Поэтому мы здесь изменили формат, но все равно мы зажигаем 334 свечи. 17 лет назад на торжественной линейке у средней школы номер один Беслана собралось более тысячи человек. Внезапно на линейку ворвались вооруженные люди и начали стрелять над головами собравшихся и сгонять всех здания школы. Террористов было около 30 человек. Среди них были и женщины с поясами шахидок, смертников, кнопки от которых они держали в руках. В спортзале всех посадили на пол и начали минировать зал. Две большие взрывчатки они положили в баскетбольные корзины. Затем через весь зал протащили провода, которым привязали взрывчатки поменьше, вспоминают заложники. Часть бомб была подвешена над головами заложников, часть была расставлена вдоль стен. Все бомбы были соединены друг с другом, а пульт управления находился на полу. У самого пульта, сменяя друг друга, дежурил кто-то из боевиков. В туалет заложникам запрещали ходить. Для этого они в спортзале вскрыли полы, чтобы никого никуда не выводить. Террористы решили избавиться от всех мужчин и в течение двух дней они их отводили в кабинеты и там расстреливали, выбрасывая тела в окно. Два с половиной дня, 1128 заложников удерживали в школьном спортзале. Основное требование террористов – освободить арестованных за терроризм в Ингушетии и вывести войска из Чечни. Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня в зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами заложников. В этот момент в спортзале школы раздались два мощных взрыва, которые спровоцировали незапланированный штурм школы. И начался штурм. Сегодня 3 сентября, день солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата очень плачевная, погибло очень много детей в Беслане. Я здесь от молодежного патриотического клуба «Наследие» проводим, чтобы никто не забывал и чтил память погибшим. Хотелось бы, чтобы больше такого не повторялось. Знаем, помним и скорбим по погибшим, кто стал жертвами тех бесчеловечных деяний террористов, неких извергов, которые ведут борьбу, как они сами утверждаются, злом. А видимо, в данном случае злом выступали беззащитные люди, среди которых большая часть ни в чем невинных детей. Вы, возомнившие себя вершителями судьбы жизни, чем же для вас те бесланские дети представляли угрозу? Их-то за что убивали? С каждым днем террористические ячейки активно появляются, привлекая в свои ряды все больше приверженцев. Только вдумайтесь, за последние 5 лет в России сотрудниками ФСБ было ликвидировано около 100 террористических ячеек. И, к сожалению, мы еще не победили. Жесткий бой ведется и по сей день. Субтитры создавал DimaTorzok